Неплохо обжито, целая изба, трагический погиб в 65-м году. Здесь на болоте какая-то табличка, вот она, соль лежит, что-то на ней. Природа постепенно готовится к зиме. Белка набивает свои кладовые ореха. Потому что где вчера светило яркое солнце, сегодня может уже выпасть белый снег. Доходим до нашего отворота, вот он налево уходит. И здесь вот такая вот стрёмная табличка неприметная. Всем привет, вы на канале спортклуба НКС Байкал. С вами Александров Евгений. Сегодня у нас поход в заснеженную тайгу. Будут зимовья, скальники и глухие места. Мы с Джесси уже несколько километров прошли. Следов много, видимо. Первая электричка была полная. Вот группа туда прошла, куда мы сейчас двигаемся к первой, к нашей локации. В этом году зима торопится. Уже вот снежок лежит. Местами вообще неплохой. Скорее всего он уже не стает. И по ночам нормальный минус такой. Минус пять, минус семь. Вот сегодня то же самое будет. Но днем вроде как по лесовую температуру обещали. До плюс семи, до плюс десяти. Вот. Собака там провалилась. Здесь колья идет. И там внизу вода. Надо быть аккуратно, чтобы ноги не намочить. Там можно провалиться по колено. А вот здесь вот такой чайник висит. Вот откуда он, интересно. Тут в кольях водичка подмерзла. Он такой где проваливается. И вот идешь по льду, он трещит. Коварная на самом деле такая вот ловушка. Потому что можно реально провалиться по колено. Еще и травмироваться. Мало того, что ноги намочить. Здесь у нас всегда дорога была плохая. И что летом, что зимой. Даже на снегоходе проблематично ездить из-за этих вот глубоких колей. Время на природе идет как-то иначе. Здесь каждый момент ты воспринимаешь по-другому, нежели в городе. Холодный ветер в лицо, прилетевший откуда-то с заснеженных гор. Шум реки, вьющийся десятки километров среди тайги. Все это ты чувствуешь душой. Ощущаешь каждую частичку кожей. Отворот на камень Шахтая. Недавно мы гуляли по этим скальникам. Видео есть на канале. А мы еще дальше углубились в тайгу. Следов все меньше. И машины здесь не ездят. Потому что вот это вот наклонившееся дерево мешает. В плане того, что дорога не чистится особо. Видно, что редко здесь кто-то вообще на транспорте бывает. Дорога для транспорта проходит маленько в другом месте. Однажды я шел по этому месту. Здесь была куча медвежьих следов. Видео одно из старых. Оно где-то есть на канале. И тут вообще такая измена была. Ну то есть, так же вот снега было немного. И все в медвежьих следах вообще. То есть, он то заходил в лес, то выходил на дорогу. Шел по дороге. Над лесом сейчас и на возвышенности конкретно дует ветер. А вот здесь вот внизу тишина. И летишь до гладь. Вообще классно. Особо такой легкий. Чуть-чуть качает веточки. А вот там наверху конкретно дует. Вообще, я даже дрон побоялся запускать. Потому что для него это напряжно. И он, скорее всего, выдержит, конечно, такой поток ветра. Такую скорость. Но все равно. Пойду, сейчас дойду до одного зимовья. Она находится довольно-таки далеко от дороги. Для того, чтобы посмотреть, как у меня на состоянии. Вообще, просто интересно. Точек никаких оставлять, естественно, не буду. Потому что хозяева против. Давно просто не было в этих местах. И когда мимо идешь, ну как-то хочется зайти. Попроведывать, что ли. Надеюсь, там никого не будет. Здесь вот как-то маломальски просматривается дорога. Но она все заросла уже здесь. И уже не пользуются сто лет. Скоро, кстати, завалит. Тут где будут сугробы. И передвигаться вообще будет проблематично. Поэтому лучше сейчас сходить. А потом уже... Ну и как бы не торопить. Скажем так, не показывать. Просто случайным людям дорогу к зимовьям. Хотя вот, например, завтра будет лютый снег вроде. Поэтому сегодня можно походить везде. Завтра все завалит. Вышел на нормальную тропу, которая идет к зимовью. Ой, чесал через дебри непроходимые. Забыл тут, что есть. Ну, более-менее хорошая тропа, следов нет. Так что вроде никого нет там. Ну, вот мы подошли к лабазу, которая находится наверху. Ну, наверное, это оно. Там дальше туалет. И зимовье виднеется через деревья. Там вон беседка. Очень хорошее место. Вот такой большой стол. Здесь, видимо, бывают большими коллективами, группами. И пошел на стил к самому домику. Ну, если можно так его назвать. Это домяра целая, конечно. Целая изба. Большая. Она в хорошем состоянии. За ней следят. Да, следов нет. Подперто здесь на палку. Потом так же все сделаем. Всем добрый день. Пробираясь через чаще непроходимого леса, иногда сложно отыскать зимовье. Стоит изба среди тайги, создавая кровь и уют путнику, зашедшему в далекие места. В таком месте приятно просто посидеть, попить горячего чая, послушать, как скрипят деревья на ветру, да как кричат чем-то стревоженные птицы. Здесь немного темно. Большой стол, лавки, печь ядерная. Потому что мы тут как-то ночевали. Несколько человек прожгли куртки, потому что там пытались к ней сжаться. Было холодно. Мы тут пришли по снегу, замерзли. Вот так здесь классно. Все аккуратненько, все чистенько. Люди следят за ним. Этот на второй этаж, лестница. И здесь спальное отделение, можно сказать. Тоже мы здесь ночевали, спали. Было круто. По тропе вот так через лес выходим на скальник. И тут открывается вид. Обалденный. Жаль, что ветер такой сильный. И, кстати, скользко. Вот как. С каждого скальника открывается свой неповторимый вид на окружающую тайгу. Долго можно сидеть здесь и любоваться сибирскими просторами. Но нам пора двигаться дальше. Ну все, оставил как было. Здесь я ничего не трогал, печку не топил. Выдвигаемся дальше. Просто чай попил, посидел. Прогулялся до скальника. Выдвигаемся дальше. Сейчас у нас на очереди еще одна зимушка. Тоже зайти, посмотреть, попроведывать. Несмотря на то, что сегодня обещали плюс 10, но это, наверное, в городе будет тепло. Здесь вообще прохладненько. Уже три часа, уже весь, ну, самый разгар дня. Дует холодный ветер. И, ну, хотя даже светит солнце, все равно, ну, ноги вот даже подмерзают. Ну, потому что они в снегу постоянно. Потому что, как бы, в холоде. Ну, короче, думал, будет жарко, а нет. Вот так вот просчитался. Даже не взял с собой, честно говоря, дополнительную одежду. А тут еще что-то у нас. А вот тут я не был в этом месте. А, ну, здесь поленница, вот, около Зимовья находится. В метрах, наверное, в 100-150. Потому что тут очень много валежника. И сразу напилили, чтобы были дрова, короче. И, ну, прикольно, молодцы. Ну, и, короче, ноги подмерзают немного. Ближе к вечеру, как только солнце будет заходить, естественно, будет становиться холоднее. Поэтому, не знаю, надо пораньше сегодня к Зимовью пробраться. И это растапливать печку. Ночью будет прохладно. Все дальше уходим от Зимухи. Сейчас наша задача выйти на дорогу. И потом уже к одному из ручьев спуститься по дороге. Шел, увидел скальник вот через деревья. Пойду-ка посмотрю, интересно. Он достаточно такой немаленький. Как будто сложен из камней. Выпирает из земли. Вот там навал, там земля идет. Вот это возвышенность. Все, собака куда уже забралась? Джесси, ты где? Ты куда? Смотри, не упади оттуда. Прикольно, он так слоями наложен. Пойти, наверное, надо на него подняться. Это вот вид сбоку. Вот такой он. Ну, если сверху на него заходить, это вот ты шагаешь по горе, и она так вот обрывается резкой скалой. Вот он и есть. О, как высота приличная здесь. Не знаю, камера передаст или нет. Но не выше деревьев. Все тут закрыто. Все обзоры. Он поменьше. Не торчит ниоткуда, его не видно. Сдалека. Поэтому можно увидеть только так, когда проходишь мимо. Ну, вот так, если стоять под ним, он нависает. Ну, огромные камни. Глубы большие. Вот это уже с другой стороны скальника. Ладно, надо двигаться, потому что нам еще, в принципе, много дела, и далеко идти. Надо успеть до темно... Заключительный участок будет болото, поэтому надо как-то его все равно пройти по светлоте. Ну, что-то, по темноте там лазить вообще опасно. Там днем-то идти стрёмно. Иду по лесной дороге, и вот здесь вот встречаются вот такие вот интересные места. Ну, вот что здесь было? Походу здесь, скорее всего, какой-то домяра большой. Вот именно вот в этом углублении он стоял. Там вот бревна, сгоревшие наполовину, сгнившие. Вот доски, железо. И вот какой столб с гвоздями. Тут где-то обвалившиеся доски, сгоревшие. И на той стороне тоже. Как-то я раньше проходил мимо этого места, не замечал. А сейчас вот обратил внимание, что очень много там столбов торчит из земли. Досок, какой-то металл. В общем, было здесь строение, и не маленькое. Немного изменил план похода, решил не идти к зимовью. Там надо делать дополнительные километры, шагать. Как-то дискомфортно, холодно, ноги мерзнут. В лесу прохладно. Поэтому все, выдвигаюсь к зимухе. Надо уже ближе к теплу двигаться. Еще пока непонятно, как получится добраться до моего зимовья. Поэтому сейчас тем маршрутом, который я задумал, по крайней мере. Я нам отдал 13 километров. Видимо, пятерку еще надо будет пройти. Ну и по непростой дороге. Вот сейчас она уходит. Впереди видно, как болотистая местность маячит. И, короче, вот постараться, хоть ноги не промочить, что ли. Хотя они уже сырые пока. И вот подмерзают. Болотистая дорога вот такая. Вот здесь вниз сбегают ручьи. Вот они бегут. И постоянно ее режут. Постоянно пересекают. И тут капец идти. Как-то неудобно. Прошлой зимой мы тут перлили на снегаходах вот по этой дороге. И как раз шли по следам. Тут лес тащили. Мы это видели. И решили прокатиться, посмотреть, куда интересно тянут. Ну и, короче, на подкаменную выскочили. Вот одна из троп, которая пересекает дорогу и уходит туда. Видно ее прямо, как она пробита между кочек. Короче, много троп пересекает дорогу на ту сторону. С леса в болото туда уходят. Вот где надо фото ловушки ставить. Чувствую, ноги будут капец мокрые. Второй раз уже нырнул. Там, где... Ну, под снег там вода. Здесь, короче, болотина. Поэтому думал, что будет возможность хотя бы не промочить, но так не получится. По колено бы не уйти где-нибудь. Вот что переживаю. Вот я увидел вот такой памятник посреди леса. Вот как вот. Где его Миша? 38-го года рождения. Трагический погиб в 65-м году от друзей туристов. В 65-м году. Ничего себе. Я вот тут сколько хожу, ни разу не видел вот это. Ничего, какие памятники встречаются в лесу. Человек, можно сказать, войну пережил, но погиб где-то вот здесь, вот в этих местах. Уже далеко после войны. В 65-м году. Задолго до моего рождения. Да, интересно. Где-то впереди должна быть вроде как дорога со спутника. Видно, что что-то там есть. Вот посмотрим. Местами вот эта сырость уже болотная, она промерзла. Ну, а местами почему-то нет. Где-то ноги прям проваливаются, и там вода. А иногда прям встаешь четко в бревнах. Поэтому где-то идти комфортно, а где-то вода сочится прямо через ботинки. Решил прогуляться по тропинке. Здесь вот много спиленных деревьев. Ну, прямо спилы идут. И тропа куда-то уходит. Любопытство ведет меня дальше. Вон, вот спиленая тоже. Вот вышел я к такому навалу бревен почерневших уже. Здесь, видимо, когда-то водили лес. Все это в кучу. И лежит. Вот тропа привела вот к такому местечку интересному. Как будто здесь что-то было. Здесь вот заготовленное место ровное под избушку, вроде как под сруб небольшой. Банок, кстати, много валяется ржавых. Вокруг спилов очень много. Вон там, вон там, вон там, везде. Вот еще одна банка. Ничего не понятно, какой год. Ну, там еще дальше стропа уходит. Но у нас, скорее всего, к скальнику. Белая церковь там выше. Вот. И не так далеко отсюда вон. Времени до темноты у меня остается не так много. Около двух часов надо уже все целенаправленно топать в зимуху. Иначе где-нибудь застанет ночь посреди леса. Короче, попрусь-ка я потихонечку через болото. Чтобы немного срезать путь. Вроде как какая-то тропа здесь идет. И можно по ней двигаться. Посмотрим. Главное, чтобы в какую-нибудь трясину не увязнуть. пока он не ориентирован на тот лес. Моя задача туда дойти. И там потом сориентируюсь уже. Посмотрю, подумаю как двигаться через него. Главное сейчас перебраться по этой жиже. Местами ноги проваливаются в кочки. Какие-то конечно промерзшие по ним где-то легче идти. О, опять тропа. Здесь на болоте какая-то табличка. Капец. Где-то она вот посередине прямо. А болото этого находится. Так, сейчас я попробую к ней пройти и не провалиться. Но она вся уже от давности уже выцвела. А, нет. 224 номер. Прикольно. Ну, вот я и дошел до протоки, к которой, я не знаю, надо как-то перейти. Собака не провалится случайно. похоже она, но она не маленькая и возможно глубокая. Сейчас буду думать, смотреть. Вот здесь вот вода бежит прямо под ногами. Но если можно перешагнуть. Все, двигаемся дальше. Я уже близко около леса. Хочется поскорее найти какую-нибудь дорогу или тропу нормально, потому что здесь по таким вот вообще тяжело идти и нога нормально не встает. Всяко-разно короче. Ну, плюс рюкзаком еще, конечно, где-то тяжело. О, лес уже рядом. Тут вообще копеется. идти очень тяжело. Ноги провалятся чуть ли не по колено. Куда-то в мох. Вроде воды там нету, а все равно это опоры жесткой. Когда нет вот это опа. Что у нас брусник этот? Тут наступаешь и просто куда-то проваливается нога. О, нифига. Все, добрались до леса, до жесткой земли наконец-то. сейчас будем ориентироваться куда идти дальше. Все, мы в лесу. Здесь уже более-менее идти можно. Дальше впереди такой небольшой распадок. Целимся туда. Двигаемся. Болото слева стороны от нас пока остается. Тропы дорог здесь по-прежнему нет, поэтому ловимся пока через чащу. Вот на тропу на какую-то мы вышли, на небольшую животных естественно, потому что здесь люди не ходят в этих местах. Все по ней полегче как-то идти все равно. А нет следы пребывания человека тут есть, вот, поэтому видимо вот этот тропак люди пользуются. Идем смотрим. Ну, вот по тропке вышел вот такому месту. Здесь похоже стоял капкан на Соболя. Ну, или напишите в комментариях на кого, может быть я не прав. Вот, здесь путик видимо идет чей-то. Дивнем дальше. Вот такие вот приблуды. Какая тропка здесь отличная. Вообще, а я не знал. И она идет в нужном направлении. Самое главное. иду по тропе. Уже ответвление одно прошло. Тут спилы пошли. Очень интересные места. Я здесь не был, но всегда хотел побывать. Подходим к небольшому стану. Вот тут вот так целлофан видимо был натянут. Неплохо обжито. Потому что куча мусора. Чайник. Может здесь тоже стояло какое-то зимовье. Чурки. вот начало это видимо была пленка, чтобы можно было отдыхать. Крабовик. Ну тут ягодники. Все обратно заправляем. ягодники тут видимо на болотах промышляли. иду по тропе вот такая вот вешка в виде банки и тропа дальше шагает в болото. Давно хотел подойти со стороны болота к зимовью. А вот эта темная ель, которая впереди виднеется, это ориентир около нее я где-то набираю воду постоянно. подойду поближе посмотрю не ошибся ли я. Вроде в округе таких нет больше. Маленько ошибся. А вон она эта ель темная. Она здесь тоже чернеет среди. То есть не на ту маленько вышел. Но в принципе понятно где нахожусь. Двигаемся к зиму. Вот мы и на месте. Надеюсь здесь тоже все на месте. Дверь подперта. Как я и уходил. Посмотрим окно главное целое. Это меня всегда беспокоит потому что если ты пришел в зимовью а окна нет как-то у нас такое было. какой-то из животных залез предположительно медведь. Так труба все это на месте стоит. Привет избушка на курьих ножках. Дрова вот как я наложил тогда так они и лежат. Топор также стоит. Я просто приготовил думаю может если люди придут им не бегать и искать и колоть. все печка затоплена в первую очередь надо обогреть жилище плюс там вода она вся замерзла поэтому сейчас иду за водой дополняю все бутылки и ставлю кое-какую подогреваться чтобы потом вечером сполоснуться можно было. Вот солонец до сих пор работает вот она соль лежит на ней этот иголки странно что не лежит что ли так погрызан и тут должны они ходить какое-то время назад авто ловушки снял отсюда думаю наверное снова поставить авто авто шоу авто 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 Продолжение следует... Все, вода принесена, все греется. Сейчас пусть пока печка топится, пусть пока нагревается. Хочу сходить до фотоловушки. Она отсюда стоит метров 400. Мне прям очень интересно, что тут там должно быть. Ну вот она, фотоловушка на месте. Если вам глянем, очень интересно. Утро в зимовье, а точнее уже ближе к обеду. Все вокруг завалило снегом, белым-бело. Иду ставить фотоловушку на солонец и буду собираться. Фотоловушка поставлена. На прошлой локации, куда я вчера ходил, особо сработок не было. Поэтому ставлю на проверенное место. Лису все подзавалило. Теперь надо будет рассчитать время так, чтобы ноги вот по-любому будут мокрые. И чтобы совсем не задубеть к электричке, надо вот выйти. Чтобы потом, например, час не торчать там на станции и не окалеть. Ну все, я выдвигаюсь. Зимушка остается за спиной. Все убрал, все за собой прибрал. Дрова оставил. Хотя вряд ли кто-то здесь будет теперь. Вот сейчас все завалит снегом и все, каранты. Уже здесь будут сугробы. И она слишком холодная для морозов. Поэтому зимой сюда смысла нет ехать. Можно замерзнуть в печку. Даже если будешь топить всю ночь. Ну, это поможет выжить, скорее всего. Если ты попал вот так вот, шел где-то в лесу. Уже потерял всякую надежду и увидел такое зимовье. Растопить там есть небольшой запас продуктов. Естественно, воды. Но, чтобы вот комфортно сходить сюда, переночевать, зимой не получится. Поэтому сюда никто не ходит особо. Красиво и тихо в зимнем лесу. Снежок идет. Небо пасмурное. Красота. Все потихонечку заваливает. Вчера вот гулял еще, можно сказать, по позднее осеннему лесу. И сегодня он превращается уже в зимний. Вот ветер подул и несет с деревьев. Такая пурга. Ну, как вот настоящей зимой. Ну, хотя тепло сейчас. Вот. Вчера я находил, кстати, чуть больше 20 километров. Ну, это надо учитывать, естественно, что по болоту это тяжелый переход. С рюкзаком, все дела. Вот. Сегодня так немного тяжко после такой нагрузки. Друзья, мы часто ходим в походы в интересные и уникальные места. Если вы хотите с нами, то вступайте в наши группы Viber и Telegram. Вы будете всегда в курсе, какие мероприятия намечаются. Также можете подписаться на Boosty, чтобы получить ранее доступ к нашим видео и эксклюзивному контенту. Все ссылки в описании. Вышел на народную тропу. Как-то тут нелюдно. Погода не располагает. Люди посмотрели прогнозы, остались дома. Все верно. Пасмурно. На далекое расстояние плохо видно. Вот эти обзоры. Только истинные ценители природы сейчас в лесу. Вот так вот. Ну, тут следы есть, конечно, но совсем мало. Кто-то утром проходил. Может, немного людей. Наш поход подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и путешествуйте вместе с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.